Бывает, что в голове иногда пусто, скажем так, ты не знаешь, куда направить свои мысли. Старайтесь, чтобы у вас всегда было на вооружении какое-то слово, о котором вы размышляете, над которым вы, скажем так, во внутреннем своем мире работаете. Вспомните, какое место из Писания было у вас. Ну, например, мне попалось место из Послания Иуды, где говорится, что, а вы же, братья, назидайте себе на святейшую веру, молясь Духом Святых, сохраняйте себя в Божьем. Вот я понял, если я пока не достиг какой-то цели, не совсем понимаю, куда мне идти, или я нахожусь в таком, знаете, периоде ожидания чего-то, то мне хорошо взять вот это место. Я чем могу всегда заниматься духовно? Назидать себя в вере, закрепляться в вере. Думать, где у меня есть неверие, где у меня страхи, но где я могу побеждать верой? Верить, что получится. Молиться, молиться, да, надо молиться. Молиться можно и умом, можно и духом, можно языками по-разному. Молитесь, сохраняйте себя в любви Божьей. Да, Господь меня любит. И в этой ситуации мне не нужно тревожиться. Почему? Потому что Господь любит. Я могу очень просто ее решить. Вот так, вот так и пошел. Утром лежите, проснулись. Знаете, куда мысли побежали? Туда, сюда, туда, потом заботы, тревоги. Возьмите это место, которое у вас было. Пускай вы недавно размышляли, думали, читали. Начинайте о нем думать. Созидать своего внутреннего человека. Строить. Строить. Вы как бы строите себя. Давид говорит, слово твое – светильник ноги моей. То есть, вы таким образом, на самом деле, размышляя об этом слове, подсвечиваете, куда мне дальше идти. Шаг. Слово твое – светильник ноги моей. И тогда дурным местом, дурным мыслям будет меньше места. У вас всегда будет некий внутренний стержень, некий маршрут, по которому вы идете, размышляя об этом слове. И будет меньше поводов сбиться с пути. Туда отлечься, сюда отлечься. Вот. Даже когда вы будете уже в дне, снимаясь своими делами, это слово, это размышление, созидание, построение будет помогать вам идти вперед, все-таки в нужном направлении. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!